Привет! Как будто мы не видели сегодня. Скажи, пожалуйста, из какого ты города и как тебя зовут? Меня зовут Тая. Я из Санкт-Петербурга. Приехала на ретрит. Класс! Скажи, пожалуйста, почему приняла такое решение? Вот взять, собраться и приехать на ретрит. И почему именно на ретрит Светланы Лавровой? Вот не на какой-то другой ретрит, не на какое-то другое мероприятие, хотя огромное предложение всего-всего, как можно куда-то поехать. У меня вообще, наверное, был план, ну как бы уже каждый год примерно два ретрита в год. Норма, да? Ну да. Ты прокачанная такая, да? Качок. Ну это, конечно, у меня Тая, я качок. Всегда те ретриты, которые меня прям увлекают. То есть не первый попавшийся. Вот. И в начале года у меня было ощущение, что не надо, на Алтай. Год Алтая. Вот. И я заинтересовалась, наверное, темой автономии месяца два назад. На YouTube начались ролики всякие разные. Вот. И в какой-то момент я попала на видео со Светланой. И это было где-то месяц назад, наверное. И меня что-то так, там она говорила о том, что ей неинтересно, что-то это неинтересно. Просто она сидит и через вибрации картинку составляет того, что происходит, типа, под землей вокруг. Я такая, вот это интересно. Это интересно. И у меня сразу такая, короче, я думаю, вау. Ну, и то, как она выглядит безупречно. Ну, как бы, хорошо. Выглядит как человек. То есть человек, который себя не истощил, как бы, вот. Тебя привлекло, что она говорит про автономию, что она практикует автономию, и она не выглядит, как человек, который, ну, болезненный, да? В частности, да. Из спикеров, наверное, так, да. Ну, и то, что есть, типа, на порядок выше, и это все туда ведет. Ну, типа, это не просто для того, чтобы, короче, я там смысл больше, наверное, увидела. Давай про смыслы. Что ты имеешь в виду? Что ты увидела? Ты увидела не про еду, да? Про что? Ну, про еду это было интересно, потому что это вау, типа, в смысле это возможно. Про сон это, типа, ну, что? Конечно, это то, что расширяет, типа, границы, и… Про депривацию сна ты имеешь в виду, да? Ну, в частности, депривация сна, да. Человеческого организма. То есть, что мы живем не для того, чтобы там прожить и умереть, а что есть те вещи, которыми можно, ну, куда-то дальше расти. Для меня это очень отвлекается. Эта идея тебя привлекла? Сама вот эта вот… И тема автономии, то есть, вот эта свобода от всего. По факту, она меня и так уже давно привлекает, именно как сама идея, ну, в простоте, там, всего. И в момент, ну, сейчас у меня был запрос, в принципе, даже перед этим. Я вот искала, ну, как бы учителя, мастера, я не знаю, кого-то, потому что там в прошлом году я ездила на другие ретриты, и как бы, ну, я почувствовала, что вот та информация, которая была, она у меня зашла, и как бы, ну, пока это все, хотелось куда-то дальше. И тут попалась Светлана. Тут такая, у меня сразу включился этот самый. Мне вдруг стало интересно. Я начала всем там своим близким, короче, на эту тему, уже там рассказывать ту же автономию. И зашла на сайт и увидела, что есть ретрит на Алтай. Конечно, ну, то есть у меня был кипиш поначалу, потому что я думала, Алтай, чемать, как сюда доехать, вот эта вот вся тема. Но, в принципе, а, и тут же буквально там мне звонит руководитель и говорит, что мне там еще премию переводят, которую я даже не рассчитывала. И потому что у меня есть деньги, как лет на это еще. Вот. Вот. Потом с билетом тоже оказался прямой. Ну, короче, все так как бы сложилось. Я поняла, что мне туда надо, и меня все сразу как бы поняли и отпустили. Сейчас фестиваль проходит в эти выходные в Питере. На которые должна была поехать. Да, должна была поехать. Там уже билет купили, все такое, уже все планировали. Ну, как бы... Вот. И я приехала сюда, потому что хотелось побыть в поле. Ну, вот просто в поле. Типа, как жить рядом, ну, точнее, пробыть с человеком, который, типа, обладает какими-то способностями, которые для меня, ну, такие, типа, заоблачные. Хотя вроде как бы обычный человек. И вот это вот ощущение того, что это тоже человек, что это не что-то там прям, вот. Это, ну, здорово. Вот мне нравится сейчас, наверное, именно быть в поле мастера. Зато вот у меня какой-то пошел такой рост, что я понимаю, что я очень много беру, просто находясь рядом. Какой-то был у тебя конкретный запрос, с чем ты зашла вот сейчас в это мероприятие? Если можешь озвучить, озвучить, насколько там... Ну, там, по сути, я себе выписывала заранее, было достаточно много всяких тем, которые... Хотелось бы, да, как-то? Конечно, сама по себе тема автономии, ну, как бы, когда я сюда записывалась, она меня прям очень привлекла. Приехав сюда, у меня вылезли, ну, мои обычные, вот эти вот, проявляться, про, может быть, отношения, ну, какие-то вот... Ну, понятно. Вот, ну, основная, наверное, вот эта вот тема автономии, вот этой свободы от всего. Ну, в смысле, не от всего, от каких-то внешних привязок, потому что ты есть все. И то, что это способ самоосознания, да, вот это вот, я не знаю, насколько я в этом продвинусь, но вот состояние, про которое вот самадхи говорят, да, вот это вот осознание и свидание. У меня вот очень интересно. Куда попасть? Куда попасть, да. И какие бывают способы, это один из способов, я решила его тоже изучить уже, вот, ну, непосредственно на ретейте. Знаешь, когда мы, например, знакомимся с кем-то, ну, по интернету, да, а потом нам предстоит живая встреча, или приезжаем в место, едем в место, где они раньше не были, у нас есть какие-то, там, представления или ожидания, там, а как должен быть этот человек. Есть реальность? Вот у тебя ожидания и реальность, они как согласовались по факту? Да, вообще, абсолютно. Все отлично, да? Да, ну, никаких. То есть у меня, во-первых, не было каких-то соберных ожиданий, потому что я поняла, что если меня выстрелило, значит, там, мне надо быть там, и, как бы, как оно будет, я это все равно приму. Ну, на самом деле, ну, как бы, начало дороги, даже сам факт, что я вот переживала, что, там, типа, я прилетаю в 8 часов, и надо, ну, я там искала, а тут все, оказывается, прилетели в 8 часов, и вопрос сразу, там, закрылся, и все, как-то. А, ты переживала за какие-то маленькие такие вопросики? Да, вот эти вопросики, в частности, с дороги. Почему-то у меня вот эту дорогу, как добраться, у меня начинается сразу, ну, типа, ну, типа, ну, короче, я из-за этого переживала. Вот, а в итоге, ну, как бы, я поняла, что оно должно сложиться, наверное, сложилось, и я такая, ну, опять же, это повод мне еще раз расслабиться. А сейчас, на самом репрессе, я тоже всю дорогу, то есть, я думала, что, наверное, меня будет чистить, ну, как бывает, там, или уже в натуре, ну, здесь будет чистить, там. Ну, пока каких-то жестких состояний я в себе не наблюдаю. Ты знаешь, так интересно, ты сейчас рассказываешь про дороги, да, и что у тебя именно страх за дороги, а они у тебя легкие. Я вот сижу, думаю, блин, как классно. Ну, вот этот момент, пока я вот не купила, причем я когда купила билет, я за день до этого такая себе за, ну, вот прямой, и даже машину примерно, представляю, чтобы меня прямо оттуда зависли, ну, это в идеале. И тут на следующее время я вижу реально билет прямой до горнота. То есть, не надо в этой 10 пересадях, там, два дня в пути, и вот это вот на... И я когда купила билет, мне так отпустил, то есть, до этого я такая... А потом такая, пф, я вообще об этом забыла. У меня уже как будто решено, ну, то есть, мне уже эта тема автономии вот так вот не бомбит, там, ну, типа, я уже там, и все, короче. Я вот последний там, несколько недель, всем там сообщила, как меня все провожали, Боже. Прям, ну, все ощущают счастье, когда я еду на ретрит. Такое ощущение. Потому что, знаете, наверное, какая я приезжаю всегда. Ну, так и есть, на самом же деле, мы же благостную вибрацию для других людей тоже транслируем. Ну, да, и вот это вот ощущение, мне еще все время этот ноль, 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 я все время думала, что это связано больше там с беременностью, но это ощущение, что это больше связано с заблуждением меня. Нольки, в смысле, цифры приходили всегда, да, везде? Ну, да, типа, да, нули, нули, нули. Это старт, как будто. Обнуление? А вот расскажи, как это было для тебя? На глазях, ну, опять открылась тема воды. Она уже не первый год, я вот год назад там занялась фридайвингом меня очень сильно, это все там, глазки вот эти. И тут, когда я встала на глостье... Какие у тебя процессы вот прошли? Процессы сами, вот процессы там, которые ты могла бы которыми поделиться в глазах? Ну, энергия сама поселит. То есть у меня изначально, когда я встала, была бы очень сильная вибрация в области лица, ну, то есть, ну, как бы, типа, не пропускала до конца. Как бы, у меня была цель поднять, раскрутить воронку, ну, типа, от земли вот такая, поставленная мастерка. И в итоге энергия выровнялась, ну, и как бы стала более ровная в принятии. То есть, вот если по чисто физическим данным каким-то, то, ну, вот меня очень сильно трясло, мы там покричали вместе, ну, то есть, как-то. И потом энергия выровнялась и стала опять, ну, как бы, спокойное состояние. То есть, определенно я чувствовала, что, ну, как-то через дня, там, у меня слезы были, там, ну, как-то, конечно, нормально. Вот. Я окунулась в Катуни сегодня полностью. Я за себя горжусь, потому что это тема воды. То есть, я не боюсь. И вот, периодически я засыпаю днем, потому что давление или что-то. То есть, я, ну, вот. Вообще, очень расслабленный режим, я не чувствую каких-то, потому что у меня не было, наверное, вот этих ожиданий, из которых я волнуюсь. Я просто наблюдаю за участниками группы, у кого вот это проявляется. Наверное, может быть, потому что опыт. А может, не знаю, я уже как будто иду больше, типа, из того, что, ну, это уже, это просто надо. Делать, ну, как одна из стадий в моем развитии, которая все равно случится, ну, и типа вот это получать наибольшее удовольствие от процесса. Ну, как, поскольку это возможно. Конечно, в поле людей, которые тоже это практикуют, это еще приятнее. Все получают максимальное удовольствие. Класс. Скажи, пожалуйста, какая вот из практик, которая здесь была на ретрите, в которой ты участвовала, ну, для тебя имела какое-то такое, ну, максимальное вот расширение, наполнение, впечатление, может быть, событие, я не знаю, может, наблюдение, ну, что-то. Ну, возможно, вот, сейчас у меня просто угол пришла именно медитация клетки. На клетку. Да. Потому что я не скажу, что я сильно хорошо смогла свизуализировать в какие-то моменты, но у меня внимание, тем не менее, оставалось в теле. Потому что, ну, мысли, как-то я умею уходить часто. Вот. И после я еще оставалась на коврике, лежала до самого темна. Ну, собственно, я бы, наверное, и ночью была. А, это была ты? Вот. Наверное, так. Хотя каждая практика, ну, так как я вот в этом состоянии, типа здесь, сейчас, мне так сложно анализировать, ну, вот, себя как бы в прошлом. Вот, практика прошла, и она как бы вот прошла. Она, очевидно, прошла хорошо для меня, как бы, вот по телу. Но вот, как бы, зацепиться так, чтобы что-то меня прям сильно взорвало. Ну, типа. У тебя ровно, да, все идет? У меня, да. В основном я как бы вот не ем и сплю. Пью воду. Ты на воде все дни ретрита? Да, я еще с Питера приехала. Ну, вот, приехала, и, собственно, а, нет, я съела один нектарин позавчера. Но он был небольшой и невкусный. Меня всего неба потом отпустило. Ну, я решила, что я не буду пока экспериментировать. Они у меня лежат, и что-то не хочется. Предлагают арбузы и так далее. Ну, что-то я понимаю, что нет. Наверное, хорошо было бы выйти хотя бы на один сухой. А потом уже вытянула воду. Ну, что-то вот мне так нравится эта местная вода, что хочется вот ее через себя прогонять. Но у меня будут еще несколько дней, может, я там поэкспериментировать с сухими днями. Расскажи про игру трансформационную. Как для тебя было участие в этом процессе? Ну, это интересно, весело, как эти игры в детстве были, проходили. Темы, которые, ну, они как бы актуальнее. То есть попадалось, в принципе, все то, что я уже, ну, не то, чтобы не знала. То есть это очередной, как бы, инструмент того, что тебе в голову опять, ну, опять та же самая информация уже там из другого источника. То есть это, наверное, повод еще раз обдумать то, что уже есть. Осознается, да? Ну, да, скорее так. То есть принять, наверное, то, что... Вот. А по поводу дальнейших действий, там, благодаря игре, наверное, надо мне больше повыписывать еще, как бы вот, надо эту информацию поработать. В принципе, как раз разбор других участников, да, это все у меня, ну, фактически, да. А, ты очень много идентифицировалась, да? Вот, отражается, ну, в большей или меньшей степени все равно, ну, как бы, в общем поле мы примем. То есть просто что-то я уже, как бы, у себя создала, прошла, и, как бы, тема для меня не актуальна, но, тем не менее, когда-то она была актуальна. Вот, ну, там, я дошла не до самой последней, нет, то есть у меня там где-то чуть раньше закончилась. Но прикол, что у меня еще был запрос, как раз, на проявление, и одна из последних этих фишек, как раз проявление, там, и показала. А, ты закончила на проявление? Нет, там была еще следующая стадия, но, как бы, проявление было, короче, как раз, как... Финансы, игры, да, это, типа, о, подходит за фронт, типа, вот, если это, то, если нет. Тай, что бы ты хотела, могла, напутствовать сама себе, вот, по окончанию ретрита, вот в то время, в ту себя? Ну, ценности, полезности, что отсюда с собой можно забрать домой, в жизнь? Ну, короче, жить из удовольствия, точнее, как бы, из чувства, больше слушать себя, внутренние свои порывы, потому что, когда они реально истинные, когда ты, ну, не опираешься на какие-то чужие программы, то все так хорошо складывается, по факту, вот. Вот, поэтому, наверное, в первую очередь, больше обращать внимание на то, что происходит внутри себя и транслировать это вовне, для того, чтобы была обратная связь, ну, обратная связь от мира, потому что у меня есть такая тема, что я, в основном, ну, часто внутри себя живу, и, как бы, вот там же я и за, как, кокон, да, вот это вот, за, упаковываясь, что ли. А благодаря чему мир, как бы, не такой откликается, потому что я не доношу информацию. Вот мне, как раз же про проявление того, чтобы, то, что внутри, легче выходило наружу, и, как бы, мир мне отвечал, ну, тем, что он может ответить. Короче, этот диалог лучше выстретит. Вот. Ну, и практики, наверное, депривации, там, еды, может быть, сна. Пробовать больше в это уходить, потому что это уже выглядит не так страшно и не так, ну, типа, в большем принятии. То есть у меня мозг уже не рвет, ну, так, типа, ну, да, вот так тоже можно. Вот они люди, да? Да, это люди, которые, ну, каждый выбирает свой путь, наверное, мой там может быть иным, но то, что это тоже, это еще один инструмент, то, что ты больше, чем это тело, это очень классная информация. Наверное, может быть, мне бы, вот, по ретриту казалось, как я обычно привыкла, что мы там так фигачим, что ты оттуда просто выползаешь. Возможно, оно так и есть. Ну, по ощущениям, все более, как бы, мягко, вот, прям гармонично, вот, с любовью проходит. Ну, то есть все-таки процессы, они мягкие, гармоничные. Да, у меня никаких резких, у меня нет, я даже могу параллельно работать, ну, точнее, какие-то на вопросы отвечать, помогать коллегам, кто-нибудь это, и меня это не вышибает, мне не хочется абстрагироваться от этого. Мира, я как будто бы в мире, но я здесь, в тишине своей. Вот, наверное, вот эту вот картину ощущения, будучи, как бы, вот этой, ну, не как, чистоте, пустоте, какой-то внутреннем вот этом просторе, а находиться в социуме, вот, хотелось бы так, ну, общаться с людьми и при этом чувствовать себя такой же свободной, расслабленной. И перенести это в свою жизнь. Да, ну, типа, вот, вот прям в каждом моменте всего в жизни, да, потому что, понятно, там другие энергии, там все другое, а быть вот в этом же состоянии, потому что оно какое-то базовое, наверное. Вот, может, что-то я еще через время. Однозначно, однозначно, конечно, все это будет распаковываться. И благодарю тебя за интервью, была рада познакомиться. Надеюсь, увидимся еще. Соп-удоп. Соп-удоп. Спасибо.